Субтитры создавал DimaTorzok Это время, то есть настоящее Это вы уже знаете, поскольку мы с вами проходили до этого Сегодня другой вид, второй, а всего их два, вид настоящего времени Это АУСПАЛОСЫШАК По значению это время говорит, когда мы используем глагол в этом времени Мы говорим о действии, которые происходят постоянно, часто, периодически повторяются Либо это констатация какого-то факта Если вы учите или учили английский язык, вы знаете PRESENT SIMPLE Так вот, по значению он вполне совпадает с данным видом времени Но образуется, конечно, естественно, абсолютно другим способом Почему это время мы не назвали ЖАЙ ОСУШАК? Раз уж оно простое, как в английском Или КАРАПАИМ ОСУШАК или прочее Почему мы назвали АУСПАЛО? АУСУ это меняться АУСПАЛО переходное, переменное Вот сейчас хочу заострить ваше внимание на том, что переходное оно Потому что именно в этой форме, в контексте будет оно еще и в будущем времени То есть вот именно это, что сейчас я вам объясню, как оно образуется Именно этот глагол мы можем использовать в будущем В простом будущем времени Только в другом контексте Если мы скажем ЕРТЕНЬ Завтра КЕЛЕСА ЖАЛА На следующий год Это уже получится простое будущее время Поэтому данный вид времени усвоить и понять Также употреблять очень полезно То есть в одном виде вы употребляете Вы будете знать, как употреблять два вида времени Это простое и настоящее Очень часто широко использовано И простое будущее Не менее полезнее Ну то есть чаще употребленнее СОНМЕН АУСПАЛО САШАХ ЖАСАУ ШУН БЕЗГИ НИГАЗГИЕЦТЕК Слово глагола Это обычно у нас повелительная форма второго лица БЕРУ ХРАЯ БАРУ БАР ОКУ ОКА ЖАТУ ЖАТУ То есть мы убираем У инфинитив У нас получается НИГАЗГИЕЦТЕК 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 Мы должны добавить АЕИ КУСИМЩИ ДЕЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ В казахском языке В зависимости от того, на какой звук заканчивается наше слово Если слово твердое и заканчивается на согласное, мы добавим АА, например, БАР, БАРА Если слово мягкое заканчивается также на согласное, это будет ЕЕ, например, КЕЛЬ, КЕЛЕ И если слово твердое, либо мягкое и заканчивается на гласный звук, мы чередуем и поставим СОГЛАСНЫЙ ПОСУ НЕГО и КРАТКУЮ И дальше, чтобы определить, кто это выполняет действие или будет выполнять в будущем, мы добавим, конечно же, ЖИКТЫКЖАЛГАУ Вечное окончание Это у нас в утверждении Давайте посмотрим, например, МЕЛЬ, БАРА, МН БАР, А, СЛОВА А, это вот наше депричастие, которое составляет АУС ПАЛОСУ ШАР И ЛИЦО, кто это делает всегда, постоянно, часто или констатация какого-то факта Я, МН Екінші жақта СЕН, КЮР, МЕЛЬ, СЛОВА Е, СЛОВА СЫЗ, ОЙЛА Твердое СЛОВА, заканчивается на гласный звук, поэтому мы ставим СОГЛАСНЫЙ ПРАТКУЮ ОЙЛАЙ, СЫЗ ОЛ, КОН, КОНА, ДЫ БЫЗ ЖЮР, ЖЮРЕМЫЗ СЕНДЕР, КУАН, АБРАДЫВАТСЯ КУАНА, СЫНДАР СЫЗДЕР, КАЛА КАЛА, это СЛОВА АМОНИМ, КАЛА, это ЖЕЛАЙ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, СЫЗДЕР, КАЛАЙ, СЫЗДАР ОЛАР, СЕКР, ПРЫГАТЬ, СЕКРЕДЕ, они ПРЫГАЮТ, ПОСТОЯННО, ЧАСТО, или КОГДА ВИДЯТЬ ЛУЖУ, они ЧЕРЕЗ НЕЮ ПРЫГАЮТ ЭТО У НАС УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НО ПО СРАВНЕНИЕ С, НАПРИМЕР, НАКО ОСАШАХ, НАСТОЯЩЕМ ДЛИТЕЛЬНЫМ ВРЕМЕНИЕМ ОБРАЗУЕТСЯ НАМНОГО ЛЕГЩЕ ТО ЕСТЬ СИНТЕТИЧЕСКИМ СПОСОБЫ СЛЕДУЮЩЕ, ЧЕМ НУЖНО ЗИТЬ ЗНАТЬ, ЭТО КАК ОБРАЗУЕТСЯ ОТРИЦАНИЕ ТОЖЕ В ОТРИЦАНИЕ ОТ НАХО ОСАШАХ ОБРАЗУЕТСЯ НАМНОГО ПРОЩЕ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧАСТИЦЫ МАМЕ, БАБЕ, ПАПЕ К ОСНОГЕ ГЛАГОЛА МЫ ДОБАВЛЯЕМ ДАНУЮ ЧАСТИЦУ ПОТОМ ПОСЛЕ НЕГО, ПОСЛЕ ЭТОЙ ЧАСТИЦЫ, ЕСЛИ ЗДЕСЬ А, Е, НИ ЗДЕСЬ В ОТРИЦАНИЕ ИЗ ТРЕХ ДНЕПРИЧАСТНЫХ ВАРИАНТОВ ФОНЕТИЧЕСКИХ ТОЛЬКО БУДЕТ И, ПОТОМУ ЧТО, ЗАМЕТЬТЕ, ВСЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧАСТИЦЫ АФФИКСЫ ЗАКАНЧИВАТСЯ НА ГЛАСНОЙ ЗВУК, СООТВЕСТВЕННО, ТОЛЬКО СОГЛАСНОЕ ИЗ НИХ МАМЕ, И И КТО ЭТО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ, ЖИПТЫК ЖАВАУ, ЛИЦО. Во втором солбике здесь приведены отрицания данных глаголов. МЕН БАРАНЫМ, МЕН БАРМА И МЫН. СЕН КЮРЕСЫМ, СЕН КЮРМЕ И СЫН. СЫЗ ОЙЛА ИСЫЗ, СЫЗ ОЙЛА МА ИСЫЗ. ОЙЛ КО НАДО, ОЙЛ КОН ВАИДА. БЕЗ ЖРЕМОС, БЕЗ ЖЕРМЕИМОС. То есть здесь ничего сложного нет, здесь нужно везде добавить после отрицания и кратко. Это будет депричастный оборот. Но вы должны отрицательный айтекс поставить правильно. Я надеюсь, как всегда, на вашу интуицию, потому что наш уровень А2, вы здесь на нашем уровне уже должны уметь подставлять правильно фонетические варианты. Если вы этого делать не умеете, затрудняйтесь, то посмотрите соответствующее видео, где объясняется, какой фонетический вариант айтекса можно употреблять в соответствии с законом синдроминизма в казахском языке. И последнее, что мы должны знать, это когда мы образуем вопросительное предложение, нам нужно употребить вопросительную уже не айтекс, а здесь частицу в конце предложения. И не забываем, что они абсолютные аммонимы, грамматические, но здесь дает значение отрицание и пишется слитно внутри слова, в основе. А здесь дает значение вопроса и пишется отдельно. Вопросительная частица всегда в конце предложения. Вопросительную частицу мы не будем употреблять тогда, когда у нас вопрос не к самому глаголу, то есть «ходишь ли ты?» – это вопрос к глаголу, к действию. Выполняешь ли ты это действие? Тогда «сенбарасанбаа». А если вопрос другой, где мы употребляем вопросительное местоимение «кашанка», «мне», «ниушин», «калай», то вопросительную частицу употреблять в данном случае нельзя. Например, «сенкашанбарасан» – здесь будет повествовательное, то есть утвердительное предложение, и, соответственно, просто будет стоять вопросительное местоимение. Там употреблять частицу «маме», «бабе», «папе» не нужно и нельзя. Образуется вопросительное предложение, когда мы к утвердительному просто в конце добавляем «маме», «бабе», «папе». Например, «мин бараман» – «ба», «сенкуресен» – «бе». Обращаем внимание на вариацию фонетических аппетсов. И в третьем лице еще здесь такой случай, когда мы можем убирать «жиктык жалгау» личные окончания в вопросе. Вот это все, что вам нужно знать по ауспалу осушах, и чтобы закрепить знания по данной теме, обязательно выполните все грамматические упражнения, которые будут у вас по учебнику. Но забыла вам знаку брать мне.